Тема социального проектирования в Ленинске-Кузнецком не нова. На территории города свои проекты реализуют и предприниматели, и молодежь. Научить направлять свои идеи в нужное русло и решать проблемы города призвана школа социального проектирования, созданная на базе социального центра молодежи. Основу проектирования студенты профессиональных учебных заведений Ленинска-Кузнецкого будут изучать на протяжении двух недель. По сути, проектная деятельность, она очень востребована, но так как мы находимся на периферии, а не в крупных городах, когда, к сожалению, наши студенты очень мало знают об этом. И вот наша цель, моя в том числе, в данном проекте, познакомить ребят с основами проектной деятельности, скажем, социального именно проектирования, чтобы наша молодежь могла решать стальнозначимые проблемы территории Ленинска-Кузнецкого городского округа. Поверьте, они у нас есть. И кто же, если не молодежь? Кто же, если не наши инициативные ребята? Будущий автомеханик Максим Журавлев с проектами сталкивался лишь однажды и только на производстве. Как реализовать идею, которая будет направлена на улучшение качества жизни, студент политехнического техникума пока не знает. Но тему будущего проекта Максим уже выбрал. «Разработка для того, чтобы сделать какой-то определенный путь лучше, например, чтобы молодежь как можно больше сосредоточена была на выступлениях, например, чем на курении или наркотиках. Я хочу, чтобы, как сказать, может быть, как-то поощрять молодежь, молодежь, чтобы она стремилась к тому, чтобы больше времени уделять тому, что происходит в городе, потому что, ну, видно по молодежи, что очень много сосредоточено не на том, на что надо». Учениками первой школы социального проектирования стали более 40 студентов. Каждый из них займется разработкой собственной идеи. Лучшие проекты примут участие в ежегодном конкурсе «Молодежь городу», а их авторы станут претендентами на получение гранта от главы города Вячеслава Телегина и губернатора Кемеровской области на реализацию идеи.